Часик радость, бродяги! Не тех дорогах, по которым ездят машины, а тех дорогах, по которым в тюрьмах в СИЗО передают малявы. То есть дороги, как средство сообщения между арестантами для того, чтобы общаться в обход ментов. Обычно люди попадают в тюрьму, либо в следственный изолятор, их раскидывают по камерам. Бывают в тюрьмах разные корпуса. И, соответственно, если вы с другом, например, идете по одному делу и заехали в разные корпуса или в разные камеры, вам нужно как-то друг с другом разговаривать для того, чтобы договориться, что сказать следователю. Ну и, короче, чтобы менты не могли узнать, о чем вы общаетесь. Вот для этого, и не только для этого, существуют пути, так сказать, сообщения, своеобразные, зоновские смс-ки. Сейчас, опять же, скорее всего, на большинстве централов тюрьм есть телефоны, смс-ки, мессенджеры и прочие дела. Когда находился в этих условиях содержания я, телефонов у нас не было. Если даже были, то они стоили серьезных денег, чтобы кому-то позвонить или передать сообщения. Поэтому общались мы с помощью маляв. Итак, дороги. Дороги – это как раз сплетенные канатики. Строятся дороги по воздуху, это между решетками камер. Строятся дороги, так называемые кабуры, это дырочки в стене из камеры в камеру. И есть дороги мокрые, это дороги, которые проходят по канализации. Есть дороги, опять же, воздушные между корпусами, это когда застреливают длинную дорогу, она прямо называется, там, большая дорога, БД, когда она идет с корпуса на корпус. Хочу рассказать, ну, обратить внимание на каждую из них по порядку. Первое. Дороги плетутся из ниток. Где брать нитки? Опять же, не зная, как сейчас, в наше время распускались носки и свитера. Если нам нужны тоненькие дороги, то мы распускали обычные хлопковые носки. Если нам нужны толстые дороги, толстые канаты, то мы распускали либо шерстяные носки, а еще лучше шерстяные свитера. Для чего нужны тонкие канаты и толстые канаты? Тонкие канаты применяются как раз в дорогах, которые, например, кабурные, да, стена. Стены бывают разной толщины. Мы сидели в тюрьме, которую строили еще в Екатеринские годы, и там стена достаточно очень толстая. И просто так, маляво, ты в эту дыру не закинешь, даже если она есть. Я ой-ру-ру кричала на кабуру, пацанов не было! Поэтому все равно приходится передавать с помощью веревочки. Тоненький такой канатик, для такой дороги идеальное решение. Помимо такого применения, еще тоненькие канатики применяют для того, чтобы застрелиться, не убить себя, а наладить связь между решетками. Сейчас расскажу, что это такое. И для того, чтобы ставить контрольку. Что такое застрелиться и что такое контролька? Когда вам нужно наладить дорогу, построить дорогу из камеры в камеру, вам необходимо с одной камеры в другую закинуть веревочку. Эта веревка не должна быть толстой, она должна быть тоненькой, потому что вы будете бросать какой-то груз, к которому будет привязана эта веревка, и чтобы она, не спутавшись, хорошо полетела. Как это делается? Как я уже объяснил, на один кончик сплетеного канатика вы вешаете грузик. Это может быть что угодно. Все, что в камере бывает, вплоть до пережеванного хлеба и скомканного, как клейстер, такой комочек, который вы засовываете в вашу веревочку, для того, чтобы можно было кинуть, чтобы этот груз потянул за собой веревочку, канатик. А с другой стороны, принимающая сторона, делает удочку. В наше время удочки делали из газет, газеты заходили на Централ нормально, то есть это тонко скрученная в трубочку газета, вот в такую длину, она скручивается и проклеивается. Проклеивается клейстером, это опять же пережеванный хлеб, который потом через марлю, типа как ситечка, протирается, выдавливается, получается клей, который можно клеить. И вы скручиваете, проклеиваете, скручиваете, проклеиваете, и у вас получается длинная такая палка. На конец этой палки вы прикручиваете опять же ниточками кусочек, например, бритвенного станка, станки одноразовые, знаете, как биговские какие-нибудь там. Вы просто его, ручка пластиковая, ее можно нагреть на зажигалке и немножечко согнуть, и у вас получится крючочек. И вот этот крючочек вы приматываете к удочке для того, чтобы застрелиться. Смысл какой? Камеры же, они все идут вдоль стены, то есть вот тут одна решетка, тут другая, тут третья. А высунуться в окно нельзя, потому что там стоит, во-первых, решетка, во-вторых, реснички, то есть такие штучки напаянные, чтобы вы не видели прямо, вы видели только верх, ну вот все, что происходит вверху. И вы через реснички, одна сторона камеры вытаскивает вот эту удочку с крючком, для того, чтобы на нее можно было накинуть с соседней камеры вот этот вот груз, чтобы груз перелетел через удочку, таким образом нитка натянулась на нее, и вы постепенно, затягивая вот этим крючком, затягиваете веревку к себе. А сторона, которая зашвыривает вам этот груз, она тоже делает такую же удочку, но вместо вот этого вот крючка приматывает ложку, для того, чтобы груз можно было положить в ложку, вытащить вот так же из решки, аккуратненько приловчиться и сделать вот так, оп, чтобы оно полетело. То есть своеобразный такой теннис, таким образом застреливается. Вот для этого нужны тоненькие канатики. Когда вы застрелились, у вас получается между камерами дорога налажена, грубо говоря, связь есть, и потом уже через вот эту вот, привязав к кончику вот этого тоненького каната, вы привязываете толстый канат, который соседняя сторона постепенно к себе затягивает. Вот. И вы пользуетесь дорогой. Как пользоваться дорогой, я расскажу немножечко попозже. Вот. Но когда дорога из толстых канатов, ее видно со стороны улицы, и менты могут заметить, что есть дорога, ее могут оторвать. Вот. И поэтому дорога перегоняется быстро с толстой. Вот. Но когда момент затиши, либо там ведут мусора, или еще что-то, надо засухариться, либо на ночь надо разловиться, это называется разловиться, то есть дорогу убрать. Но мы же не будем каждый день застреливаться, поэтому нам нужна какая-то тоненькая ниточка, которая все время будет нашу дорогу держать, чтобы мы больше вот таких вот телодвижений не делали. И эта ниточка называется контролька. Вот для этого нужен тоненький канатик. Помимо контрольки и толстой дороги, большой дороги, в зависимости от толщины ниток, канату можно делать больше и больше, в зависимости от дороги. Если это БД, большая дорога, которая идет с корпуса на корпус, она, соответственно, идет вообще по воздуху, а не по стене. Хотите узнать, как застреливаться? Давайте расскажу. Тут немножко другая система. Вы видите соседний корпус через решку. И там принимающая сторона, в которой, как сказать, решка, на которую вам надо закинуть, вы ночью с ними перекрикиваетесь для того, чтобы закинуть дорогу. С той стороны, на которую вы кидаете, по краям решки зажигают свечки. То есть тоже берут какие-то длинненькие, такие типа удочек, скручивают, поджигают их, и в две стороны решки высовывают, чтобы вы видели очертания, куда кидать дорогу. А кидают дорогу, делают валан, то есть такой кулечек из газеты в виде валана. Внутрь в него набивают клестер, чтобы он был именно валаном. Внутрь также засовывают эту контрольку. Она должна быть длинная, чтобы от корпуса до корпуса лететь. Выкладывается оно очень хорошо, на пол аккуратно, чтобы, когда вы стрельнете, чтобы она нормально туда пошла и нигде не запуталась. То есть там тоже определенное искусство. И стрелять надо через пушку, трубу, то есть ружье называют. Это также скрученные газеты, но только в трубочку, чтобы была трубка, типа как от пылесоса, только из газеты плотная. Есть умельцы, которые все это дело прокручивают, клестером промазывают, и получается у вас такое ружье. Вы засовываете в него валан, и есть человек, который пристреливается и... И она летит. Как раз вот эти два огонька горят, чтобы он понимал, куда ему примерно надо швырнуть. Ну и там, с той стороны, для того, чтобы им поймать, они делают тоже удочку, но не такую с крючком, как я рассказывал, когда вы кидаете с боку, а тут вы кидаете же прямо. Вот, и поэтому вам надо делать две удочки с перекладиной, такой типа турничок, чтобы валанчик перелетел через ныне. И таким образом закидывается. И также держит большую дорогу на контроле, но чаще всего большая дорога находится высоко. Ну и как бы менты даже часто знают, что она есть, но ее не так легко оборвать. То есть надо чисто залететь, ну, прям в камеру, да, там сорвать. А пока мент залетает в камеру, зэки сделают так, чтобы дороги все равно не было. И тоже ее можно поставить на контроль. Контрольки еще делают так, что она идет не с камеры, а приделывают на нее на кончик какой-нибудь спичный коробок тяжелый, или еще что-то, и зарежку где-нибудь сбоку таким образом засовывать, что, ну, решка, она, ну, вот эти вот реснички, они дальше проходят, нежели есть окно. То есть они дальше. И можно приловчиться так, чтобы зацепить ее где-то чуть ли не с нижней стороны, именно на ресничку. И контролька у вас будет идти. Она, плюс, если светлая, ее издалека вообще никто не видит. И когда менты зашли в корпус, в камеру, начинают шмонать вашу решетку, типа, где же тут дорога, они ничего не увидят, потому что из камеры ничего не выходит. Она прицеплена там, с внешней стороны, на реснички. Вот, и когда вам надо слониться, вы опять аккуратненько вытянули ее, привязали уже большую дорогу, и в той стороне крикнули, и они аккуратно ее затянули. Вот. Это про виды канатиков, какие нужны, да, тоненькие, толстые. И еще бывают канатики для мокрой дороги. Мокрая дорога, так как идет под канализацией, то ли бы такие нитки очень быстро размокнут и порвутся. Поэтому есть такие, знаете, полиэтиленовые мешки из-под сахара там или еще что-то. Такой мешок, в принципе, не тяжело затянуть. У нас, по крайней мере, в камерах они были, нам в них даже передачи приносили. Такие мешки распускаются, и канатик уже плетется из них. Про виды канатиков я рассказал, а теперь я вам покажу, как эти канатики плести. Итак, давайте представим, что это у меня нитка от носков. В принципе, для того, чтобы объяснить сам принцип плетения каната, пойдет любая веревка. Вот. И нам всегда надо, ну, самое главное, найти какой-то крючок. Это может быть ручка от двери, это может быть любая фигня, но чтобы с этого крючка вы потом могли легко снять. Потому что, если вы залезете в какую-нибудь петельку, с которой потом придется резать, ну, наверное, это не очень хорошо. И что мы делаем? Мы имеем просто два конца равномерных, которые нам, покажу, чтобы на камеру было видно, из которых нам нужно сделать канатик. Смысл в том, то, что мы один и второй конец просто крутим в одну сторону. Вот таким вот образом перекручиваем. Вот этот перекручиваем, и этот туда же. Если у вас длинная нитка, вот как у меня сейчас, я в камеру не могу засунуть, ну, вы на... встаете с самого конца и крутите. Крутите как можно дольше и больше, закручиваете, прям вот не в моготу. Часто это делают вдвоем. Один крутит свой кончик, второй свой. Если это очень длинный и большой канатик, то часто на сам конец привязывают какую-нибудь вилку и просто крутят ее в какую-то сторону, да, вот таким вот образом, например, опускают здесь вилку и начинают ее просто раскручивать. И она крутится и помогает вам крутить. А вы тут только пальчиками подправляете. Потом еще крутите, еще пальчиками подправляете. И все время надо делать немножко вот так, чтобы ваши вот эти скрученности, что с этой стороны, что с этой были равномерно. То есть, вы покрутили равномерно, покрутили равномерно. После того, как вы выкрутили, вам желательно держать это все в натянутом виде. Если у вас несколько, но вдвоем, например, то один держит с одной стороны, другой с другой. И потом вы просто отпускаете веревку и делаете вот так. Суть в том, что они у вас скручиваются. И, соответственно, чем больше вы закрутите, ну вот будете вдвоем стоять, например, крутить сильнее, сильнее, сильнее. Чем сильнее, тем плотнее ваш канат. То есть, в итоге получается вот такая вот штука. Едем дальше. Как делают малявы, как их перегоняют, и как же получается так, что если вы от решетки до решетки натянули веревку, как по этой веревке что-то куда-то передать. Итак, смотрите. Точка А, точка Б. Между ними у вас проходит канат, так называемая дорога. Но для того, чтобы по этой дороге поехала малява, вам нужно произвести какое-то движение. Соответственно, для того, чтобы дорога функционировала, таких отрезков должно быть два. Для чего это делается? В середину, между двумя отрезками, обычно пришиваются лодочки. Лодочка, в которую собираются малявы. То есть это какой-нибудь карман, часто из какого-то там материала, может быть кожаного, может быть джинсового, плотного, для того, чтобы внешне погодные условия, ну, когда вы перегоняете туда-сюда, сильно не воздействовали. И плюс, чтобы она не быстро затиралась, потому что, когда лодочка катается туда-сюда, она трется о стены тюрьмы, собственно, о стены корпуса. Вот. Лодочки шьются из каких-то вещей, которых вы заезжаете на Централ, потому что, ну, как бы следственные изоляторы, это еще то место, где вам не надо носить робу и вы ходите в вольных вещах, поэтому с этих вещей можете сшить все угодно. Шьется лодочка с двумя петельками, для того, чтобы можно было привязать канатик и делается, вставляется на ней молния, бегуночек такой, чтобы можно было открывать и закрывать. Вот. Соответственно, между двумя веревочками у вас находится лодочка и смысл в том, что когда лодка находится в одной камере, кончик дороги у вас есть. Когда вам цинканули, что надо тянуть и принимать молявы, вы просто перетаскиваете эту лодочку к себе и вот этот отрезок все равно остается натянут между камерами. И таким образом она все время, часть дороги лежит в какой-либо из камер. Собственно, молява. Ну, например, вы пишете моляву своему подельнику. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей. Вам надо ее упаковать для того, чтобы отправить по дороге. У каждого дорожника есть примерно свой формат моляв, потому что зависит от того, какая лодочка. Есть такие моменты, где лодочек нету и, соответственно, молява там не должна быть очень огромной, например, не должна быть очень маленькой, чтобы затеряться. То есть, дорожник вам всегда подскажет, как лучше моляву упаковать. Ну, давайте упакуем ее обычным. Собственно, делается примерно вот так. Ничего сложного тут нет. Вот вы сделали моляву, вы ее подписали. Подписывайте тоже в зависимости, ну, какие на тюрьме заведены правила. Дорожник вам расскажет. Ну, например, я отсылаю там кенту, там, какому-нибудь там Будде, грубо говоря, да, там, как он там, Будда, а в камеру там 79-е, к примеру, да, и там ставлю решетку 79-е. Все. Для, ну, местной, локальной тюрьмы этого достаточно. Иногда бывает, что вы ставите из какой камеры она идет, потому что в случае того, ну, если вдруг молява где-то теряется, чтобы было понятно от кого кому. Ну, опять же, как подписывается, это уже нужно узнавать по месту. Далее эту моляву желательно заплавить в целлофан. Это передачки вам заходят в пакетах, это слюда от сигарет, от упаковки пачки сигарет. Куча всего на самом деле. Вот, это сейчас я так по-жирному взял, можно взять поменьше. Вот, ну, просто чтобы уже показать, мы все-таки на воле находимся, можно позволить себе крупный пакетик. Вы аккуратненько вашу молявку заворачиваете. Даже очень много взял, ну уж пусть будет. Для чего нужно завернуть в целлофан? Ну, в самую первую очередь и самое даже простое, это для того, чтобы ее никто не прочитал. То есть, заплавленная в целлофане молява, уже ее никто вскрывать не будет во время дороги, да, никакой стукач не скинет ваши данные ментам. Вот, во-вторых, дороги, как я говорил, бывают разные, бывают дороги мокрые. Соответственно, когда она пойдет по воде, чтобы она не промокла, чтобы возможно было прочитать. Ну, и в-третьих, собственно, когда она идет даже по большой дороге, по воле, всякое может быть, может быть снег, дождь и прочие, пироги, а вам важна сохранность. Вот, если у вас шовчик, тут вот сейчас будет, ну, желательно, чтобы он перекинулся на заднюю сторону, вот сюда, чтобы вы не заплавили надпись. Потом вы берете зажигалку, у меня сейчас нету какого-то там крикета популярного, как были у нас раньше, с обычным безопасным огнем. У меня зажигалка для паракорда, но суть та же. Вы просто подплавляете целлофан и приклеиваете его. Главное, не прожечь. Ну, и эти кончики так же. я не готовился, кстати, представляете? Руки помнят. Вот ваша малявка. Она не промокнет, ничего с ней не будет, и вы ее уже отдаете на дорогу и посылаете куда вам надо. Теперь следующая история. Если на дороге нет лодочки, бывают такие дороги, времянки, когда нет времени что-то шить, а маляву передать надо. Как эту маляву подцепить к дороге? Тоже все делается очень просто. Вы просто берете дорогу, канат, вот так вот, берете петлю двумя пальцами, все умеют делать такую штуку, правильно? Засовываете туда маляву в эту петлю и аккуратненько стягиваете. Вот так. И растягиваете немножко по дороге. Вот. Таким образом ваша малява никуда не денется и она легко переедет в другую камеру. Понятно, да? Если малява длинная или бывают грузики, грузики, когда вы вот таким же образом упаковываете сигареты, чай, то, соответственно, таких узлов вы делаете несколько. Вот таким вот образом. молява ваша поехала. Так, едем дальше. И по грузикам. Что такое грузики, как передать чай? Там суть такая же, как с малявой, только вы берете, например, сигареты, если, да, вы берете там десяточек сигарет, в такую, как сказать, в ладони сжимаете, подбиваете один к одному, кладете их на бумагу и аккуратненько сворачиваете. В итоге у вас получается что-то типа вот такой вот трубочки. Я надеюсь, что вам не придется с этим столкнуться, и все это больше несет информативный характер, а не для того, чтобы испытывать это на практике. Но, как говорится, от суммы тюрьмы не зарекайся. И, соответственно, я рассказываю, опять же, то, что было у нас, а, возможно, сейчас все выглядит иначе. Вот. И, собственно, когда вы скручиваете, таким образом, вы с этой стороны запечатываете, с этой стороны запечатываете, и обратно таким же образом все это в целлофанчик. Со всех сторон заплавили аккуратно, чтобы нигде ничего не промокло, потому что вот если груз, ну, когда малява намокает, например, ее еще можно прочитать, да, если она по кончикам вдруг промокла. Когда намокли сигареты, ну, уже не очень хорошо. Если они намокли на большой дороге под дождем, это одно, а если они намокли, когда ехали по, там, например, канализации, то уже хуже. Еще существует мнение, что, например, чай по мокрой дороге не передают, то, что это стрёмно, там, типа, говно плавает. Ну, а это уже все зависит от вашего личного восприятия, ну, и, соответственно, от окружающих вас людей. Знаете, когда вы сидите с какими-то первоходами, которые, там, по полгода получили за украденные леденцы, то, конечно, вам будет стрёмно. А когда вы сидите с какими-нибудь людьми с особого режима, то стрёмного уже ничего нету, потому что все это прекрасно понятно, что все это заплавлено, ничего туда не попадает, и где бы оно ни ехало, вам надо попить чай. Вот, ну, это уже тема для другого ролика. Про мокрую дорогу. Вам же, наверное, интересно, каким образом славливается по мокрой. Если там стреляние с валанчика, да, там, закидывание удочек, по воле, это все понятно. Застрелиться через кабру, в принципе, тоже не тяжело, да, что-то там закинули, протолкнули какую-то фигню через стену, то есть это несложно. Чиферочку налил сейчас. Секундочку. Ох, ядреный. Это не чифер, это пуэрные головы, очень классная штука, заваривает в термосе вообще огонь. Ох, хорошо. Вот, так на чем мы остановились? Мокрая дорога. Как я уже говорил, канатик плетется из полиэтиленовых мешков, из мешков именно вот, из-под сахара, еще всего такого большого, которые состоят, сплетены из полиэтилена. Вы их также распускаете, как свитер, эти мешки, и потом с этих вот полиэтиленовых штук вы плетете. Для того, чтобы застрелиться по мокрой дороге. То есть, если вы не знали, то в унитаз можно кричать. То есть, вы делаете, опять же, себе трубу, крутите ее из газет, делаете трубу, в которую можно крикнуть. Вставляете эту трубу в унитаз, но не так, чтобы она намокала, но поближе к воде. И кричите. Вот попробуйте сделать так дома, сейчас все эти вас услышат. Самое интересное, что канализация очень хорошо передает и не искажает звук, голос. И, соответственно, когда вам надо с какой-то камерой через... Обычно это камеры через продол. То есть, по одной стороне стоят камеры, и по другой стороне стоят камеры. Есть виды дорог шнырь, да, какой-то, который развозит еду. И можно, в принципе, дать ему маляву, и он в кормушку следующей камеры закинет. Но не везде есть шныри, которые не сучны, которые не отнесут это мусорам. Не везде есть вообще возможность. Но шныря пасет мусор. То есть, не всегда можно таким образом передать. Поэтому существует как раз вот эта вот дорога, которая... Ну, например, мы были на втором этаже. Соответственно, у нас есть одна камера, есть вторая камера. Тут унитаз, тут унитаз. Тут проходняк, тут тормоза. Наши камеры закрыты. Нам надо передать отсюда маляву, сюда маляву. И канализация проходит вниз по стыку. Потом она проходит в подвале, внизу, да, там под первым этажом. И, соответственно, здесь то же самое. Но для того, чтобы этот канатик и этот канатик сошлись где-то внизу, чтобы мы потом могли вот таким образом передавать с одного унитаза в другой наши грузики, делаются вот эти вот канатики. И, наконец, канатикой цепляется что-то тяжелое. Но уже не размокший хлеб, как в первых случаях, потому что хлеб сразу размокнет до конца. А мы использовали бутылочки из-под витамина. Знаете, такие просто стеклянные бутылки из-под лекарств. Всякие разные. Они, в принципе, есть. Лекарства заносить в тюрьму можно, вот, если они не какие-то там запрещенные. Вот, из-под поливитамин, например, вот эти бутылочки, помните, такие были коричневые. Она достаточно тяжелая, в нее можно еще налить воды, привязать. Ее хорошо за канатик. И потом в канатик вы просто вот в плетение. Канатик, он же сплетен, если его начать немножко раскручивать, у него открываются такие, как бы, сейчас покажу, как окошечки такие, да, вот эти вот. И вы в них вставляете спички, таким вот образом. Чем больше, тем лучше. Сюда спичку, сюда, 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 и у вас получается еж. Вот. И с другой стороны делают то же самое. Это мы сейчас рассказываем, как, я рассказываю, как надо словиться. Вот. И одновременно, крича друг к другу через трубу, типа, давай, готов, там, готов, ага, славливаемся, славливаемся. Что мы делаем? Мы одновременно закидываем наших коней. Дорога, вот эта вот, которая есть, она называется конь. Мы закидываем наших коней в унитаз и заливаем резко одновременно водой. То есть у вас должно под рукой стоять пару ведер воды, чтобы вы не смывая унитаз это сделали, а именно пролили водой. И вы закидываете эту воду, грубо говоря, в унитаз, чтобы вот эта вот штука, вот эта вот бутылка полетела вниз по стояку. И что получается? Отсюда летит бутылка, отсюда летит бутылка. Они достаточно тяжелые, плюс вода идет отсюда и отсюда одновременно под давлением. Они летят вниз и там, и там проталкивают эти бутылки. И здесь они встречаются и начинают перекручиваться. А так как у нас спички, спички цепляются друг за друга, бутылочки спутываются. И потом просто кто-то один по договоренности начинает это потихонечку вытягивать на себя. Понимаете? Вот, соответственно, на том конце, откуда забирают, с той камеры, конь должен быть длинный, чтобы его хватило обойти полностью весь путь. Вот, и после этого получается, что мы застрелились и можем передавать дорогу. В отличие от, ну, как бы контрольку на унитаз тоже, в принципе, можно поставить. Но, знаете, когда все время торчит какая-то веревка из параши, не очень хорошо. Например, я вот в трех камерах был, где были мокрые дороги. Вот, чаще всего мокрую дорогу просто один раз, например, в сутки вот таким образом славливались. И работала она где-то в течение часа. То есть, все малявы, которые надо было передать на ту сторону, они просто собирались у дорожников. То есть, вот они идут и знают, что вот в такой-то момент идет отправка. Вот, и, соответственно, потом идет, ну, дорожники между собой славливаются, настраивают эту мокрую дорогу. На дальняк не стоит, не с той стороны в течение часа никто не идет. Все в камерах знают, что сейчас работает дорога. И все, и пошли грузики, пошли малявы, друг другу в одну сторону все передали, друг другу в другую сторону передали и разловились. Если, ну, бывает такое, что если идет какая-то срочная прям малява, там, какая-то, которую надо доставить, ну, специально из-за этой малявы бывает, что тоже славливаются. Вот, собственно, мокрая дорога. Итог. Канатик сплести можно из чего угодно. Главное, чтобы под рукой у вас были какие-нибудь носки, какой-нибудь свитерок, варежки, шапка. Сплести канатик очень легко. У вас достаточно получается крепкая веревка. И не обязательно строить дороги с этой веревкой. Вообще, для того, чтобы у вас была какая-то веревочка, вы можете таким образом ее себе сделать очень-очень быстро. Как отправлять малявы, как прицеплять к дороге, вы знаете. Для чего шьются лодочки, вы тоже врубились. Здесь, как словиться с одного окна с другим и построить дорогу, я тоже рассказал. О существовании дороги большой, от корпуса в корпус. О существовании дорог по воздуху из камеры в камеру на одной стороне. О существовании дорог мокрых. О существовании дорог, которые сквозь стену, кабры, я тоже рассказал. Помимо этого, существуют дороги, не связанные с канатиками. Это дороги, когда уже маляву переносит человек. По централу это могут переносить. Либо какие-то шныри, которые разносят еду. Либо арестанты, которых переводят из камеры в камеру. Либо еще арестанты, которые идут на прогулку. Он может идти и невзначай подкинуть в какую-то камеру маляву. Либо же пересесться на прогулке. То есть, вариантов много. Плюс есть дороги, когда отправляются с тюрьмы на тюрьму. С зоны на зону. Но это уже все касается этапов. Когда едет с какой-то тюрьмы человек по этапу в какую-то колонию. Ему передают, если человек проверенный, передают какую-то там маляву. Опять же, если он возьмет. Но там уже другие способы, другие методы. Это уже не связано ни с какими канатиками. Тут уже надо грамотно спрятать, провести и передать. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Достаточно интересным. Если есть какие-то дополнения, вопросы. И, возможно, просьбы о таком контенте и стоит ли его запиливать дальше, пишите. Я помню, что у меня есть неоконченная серия роликов про неволю. Мы пока остановились на следственных изоляторах в прошлом ролике. Следующий ролик должен быть про пересылки, про транзитные тюрьмы. Он будет. Оставайтесь на канале. До встречи. С вами был Любомир Борода. Всего хорошего. И никогда не попадайте в тюрьму. Нечего там делать.